Шо вы головы? Гаситесь? Давайте, как обычно. Три новости за три минуты, будем двигаться дальше. Компания Intel преждевременно раскрыла детали от Thunderbolt 5. Как это часто бывает, когда кто-то куда-то едет и делает пресс-релиз, в кадр попадают слайды или какие-то плакаты или еще что-то, и из этих слайдов можно делать какие-то выводы. Так вот, когда исполнительный вице-президент и генеральный директор посетил исследовательский центр компании в Израиле, в публикацию попало четыре фотографии с достаточно важной информацией. Судя по слайдам, мы можем быть уверены в том, что Thunderbolt 5 будет поддерживать скорость до 80 гигабит в секунду, что является в два раза выше, чем у стандарта Thunderbolt 4. Также мы можем быть уверены, что Intel стремится сохранить разъем USB-C, но при этом просто удвоить его эффективность. И третий пункт, все говорят, что он достаточно важен, там очень все интересно, но ничего не понятно, даже не буду вам о нем говорить, потому что если я не понял, то и вы не поймете. Поэтому давайте будем идти дальше. На днях разработчики Telegram представили нам очередное крупное обновление мессенджера, которое приносит ряд заметных новшеств и улучшений. Так, в этом апдейте разработчики сосредоточились на функциональностях, связанных с видео. Теперь там могут быть доступны видеоконференции до тысячи зрителей, что делает мессенджер подходящим инструментом для трансляции лекций, концертов или других каких-то массовых мероприятий. Вот, также в новой функции улучшены качество и разрешение изображения, что не может не радовать. Также теперь вы можете транслировать свой экран, как в групповых, так и в личных видеозвонках. Это вообще круто, ну и там из маленьких улучшений, это то, что камеру на iOS тоже улучшили. Так, вот такая вот новость, в принципе, достаточно хорошая. И напоследок, я-то думал, что у нас в Украине, в России, либо в Казахстане все такие ушлые, но, как оказалось, нет, потому что в главном полицейском управлении Варшавы обнаружили майнинговую ферму, и ее, как вы думаете, кто организовал? Конечно же, их местный айтишник. Его, короче, спалили, его уволили в дисциплинарном порядке, и полиция сейчас занимается вместе с прокуратурой. Короче, светит ему срок, друзья, не так, как у нас, что там чик-чик порешали и все. На этом, пожалуй, все. Давайте, короче, если вам нравится такой формат, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не теряйтесь.